О моей Родине сложено много историй. О её дикой природе. И о её потрясающих обитателях. Но нет легенды величественнее этой. Мы – высшие хищники этого края. И от нас зависит жизнь всех наших соседей. Эта история будет необычной. Не о том, как львёнок стал царём зверей. Когда люди отдают королевский трон льву, они проявляют своё невежество. Ведь на самом деле власть принадлежит львицам. Мы не только заботливые мамы, но и главные добытчицы. Это мы организуем жизнь прайдов. Их благополучие зависит от нашей силы и великодушия. Но не всех ждёт успех. И его надо заслужить. Маленькая львица не рождается королевой. Ей придётся проявить волю к жизни и научиться по-настоящему любить. Далеко не каждая пройдёт этот путь до конца. Маленькая львов Меня зовут Малика. Это моя история. Малика, королева львов Сегодня в мире осталось не более 30 тысяч львов. Мало где нас ещё так много, как здесь. На моей земле. В парке Крюгера в ЮАР. Это мой прайд. А это я. Среди своего прайда. Члены моей семьи крепнут. Мы все сыты. И ни на что не жалуемся. Мы занимаемся любимым делом. Валяемся в тени. Мы ведь львы. Две трети каждого дня мы тратим на сон. При возможности даже больше. Но рано или поздно отдыху приходит конец. Ведь мы обитатели дикой саванны. Настаёт час, когда надо просыпаться. Настаёт час, когда надо просыпаться. Это тоже я. Я измотанная и раненая. В полном одиночестве. На волоске от смерти. Но с волей к жизни. Я собираю силы на то, чтобы подняться. Возможно, на этом моя история закончится. Но вам я расскажу её с самого начала. Мои первые шесть недель мы провели втроём. Моя мама. Брат. И я. Мне повезло с мамой. Она совсем справлялась. Её молоко заменяло мне и еду, и питьё. Мы с братом не знали голода. Ничто нас не беспокоило. Мы никогда не страдали от недостатка любви и внимания. Я росла рядом с братом. И с самого раннего возраста училась быть львицей. Мама заботилась о моей чистоте, массировала мне животик, чтобы я лучше усваивала еду. И всё это я отрабатывала на своём брате. Эти простые навыки передаются от поколения к поколению. В своём уютном мире я и не подозревала, что моя семейная идиллия может быть нарушена. К полутора месяцам я страшно захотела познакомиться со всем Прайдом. Из всех кошачьих только львы живут большими семьями. У меня было столько славных тёток, двоюродных братишек и сестрёнок. Нас, малышей, было шестеро. Мы с ровесниками отличались тягой к приключениям. Моя мама и её сёстры росли так же. Их объединяла семья. Общая кровь. В Прайдах нет альфа-самок. Львицы вместе ухаживают за малышами, помогают друг другу их кормить. Мы были одной большой семьёй. Я очень любила тётушек. Они заботились обо мне. Так было в нашем Прайде в течение веков. И я должна была продолжить эту традицию во имя будущих поколений. Но прежде чем научиться защищать свою территорию, надо познать её. И мне не терпелось к этому приступить. Благополучие льва напрямую зависит от умения ориентироваться. Он должен научиться охотиться в густых зарослях, безопасным образом преодолевать открытые равнины и отыскивать воду, источник всего живого. Но прежде всего, я должна была хорошенько изучить других животных. На самом деле у львов множество врагов. Это наши жертвы. А также наши соперники – другие хищники. На вершине пищевой цепочки взрослые львы, но не их детёныши. Ими много кто не прочь полакомиться. Гиены добычу без борьбы не упустят. Внезапно мне стало страшно. Без защитника мои дни были бы сочтены. Голос подал мой отец. Он охранял нашу территорию и прогонял с неё опасных гостей. Я со всех лап помчалась домой. Но самыми сильными противниками отца были другие львы. Отбиваться от них помогал мой дядя, но он и отец старели. Их место могли занять другие самцы. Если такое происходит, пришельцы первым делом истребляют детёнышей изгнанных львов. Но нельзя ведь всё время жить в страхе или валяться. Мне надо было всему учиться и быстро. Моя мама была отличным учителем. Она знала, что меня ждут большие испытания. Мама всё превращала в игру, но так она развивала мои навыки. Мама сама была не прочь повеселиться со своей сестрой. Я пока выглядела не так угрожающе и выбирала противников по силам. Своих спарринг-партнёров. Среди нас шестерых мне не было равных. Но это ещё мало значило, мягко говоря. Искусство охоты постигается далеко не за один урок. Моё первое знакомство с мясом. Как и во всём другом, меня не надо было упрашивать. Чтобы вырасти сильной, нельзя отказываться от еды. Уже недалеко было время первых испытаний. К сентябрю наступила пора засухи. Три месяца не было дождя. Земля потрескалась. Теперь никому не было легко. Обстановка накалилась. Вода была в километрах пути. Стада покидали нашу территорию. А за добычей всегда следуют хищники. Маме и тётям приходилось больше времени проводить на охоте. А нам оставаться в одиночестве. Даже отец переключился с охраны территории на поиски пропитания. Всё, что оставалось нам, малышам, вести себя тихо и надеяться, что взрослые вернутся вовремя из добычей. Но я не могла сидеть на месте. Говорят, любопытство до добра не доводит. Но в тот раз оно спасло мне жизнь. Я не видела подробностей и ничем не могла помочь. Но тот день навсегда изменил мою жизнь. Увы, мои родители вернулись слишком поздно. Выжил только мой брат. Но и он скоро умер. Мама не могла его спасти. Гнаться за гиенами тоже было бессмысленно. В этот сложный период нашу семью потрясла страшная беда. В тот день из всего младшего поколения нашего Прайда выжила только я. Гиены наши смертельные враги. Но чтобы кто-то выжил, другой должен умереть. Тут дело не в добре и зле, а в борьбе за жизнь. Я осталась одна. Мне одной предстояло пройти путь взросления. Теперь только от меня зависело, продолжится ли история нашего Прайда. Моя семья тяжело переживала гибель моего брата и других львят. Да, мы несем смерть, но делаем это не в слепой злобе. Мы наделены умом и чувствами и умеем скорбеть, как люди. Тогда я не до конца понимала тяжесть утраты. Наверное, я надеялась, что смогу помочь поднять всем настроение. Но скорбь не всегда можно преодолеть. Даже месяц спустя из моего дома доносился горестный рев. Мои тети потеряли своих детенышей. Отец чувствовал себя неуверенно. Он знал, что Прайду грозило вымирание. И что ему могло не хватить сил защитить остатки семьи. В этой ситуации силу духа надо было проявить львицам, чтобы сохранить Прайд в такое нелегкое время. Самцы в Прайде могут меняться. Не на них зиждется это единство. Но связь львиц сестер нерушима. Наш Прайд в течение веков жил на этой земле. Мамы передавали его по наследству дочерям. Очень скоро я должна была взять на себя эту ношу. Возглавить мой Прайд. Я была юна и полна энергии. И это дарило моей семье надежду. Мне было нелегко расти без сверстников. Но, с другой стороны, на меня было устремлено внимание всего Прайда, который делал для меня всё, что мог. Надо было оправдывать ожидания и проводить имеющееся у меня время с пользой. Раздвигать границы, преодолевать страх и усердствовать в игре. Других львят в семье не было. И играть со мной приходилось взрослым. Моим кормильцам. А в еде я всегда претендовала на львиную долю. Отсутствием аппетита я не страдала. Каждый день я испытывала свою силу. И познавала саму себя. Я любила приключения. Я была доброй и просто обожала лазить по деревьям. Я демонстрировала уверенность в себе. И это шло Прайду на пользу. Мы снова были едины и вместе шли по одной тропе. Мне выпало стать центром нашей львиной команды. Как мне казалось. Мой отец оберегал Прайд уже более пяти лет. Семья возвращалась к жизни, а он все слабел. Над Прайдом нависла угроза захвата. И в таком случае меня, как отпрыска другой крови, ждала бы неминуемая смерть. В пять месяцев я уже была свирепой хищницей. По крайней мере, так я это видела. Да, жирафа действительно загрызла не я. Но мне же нужно было набираться опыта. Съесть такую добычу сложно, зато я могла попрактиковаться. Дать волю своим инстинктам. Дело шло не быстро. Но мама была терпелива. Она давала мне свободу, которая помогала мне почувствовать себя хищницей. Но пока что я все-таки оставалась добычей. И мама не переставала бояться. Но не гиены были тогда главной угрозой. Последние недели на нашу территорию все глубже заходил молодой лев. Мама не на шутку волновалась, но старалась этого не показывать. Рядом с мамой я чувствовала себя в безопасности. Ее касания успокаивали меня и готовили к новым урокам в постижении искусства охоты. Настоящая львиная жизнь начинается с закатом. Свет меркнет. Жара спадает. И мы, хищники, получаем преимущество. Мало кто заглядывал в нашу тайную ночную жизнь. Мы в шесть раз лучше видим в темноте, чем вы. В семи из десяти случаев удачная охота случается ночью. Меня впервые взяли с собой. Я готова, как никогда. Но мама почему-то решила, что моя роль ограничиться наблюдением. Я, не отрывая глаз, смотрела, как она держалась против ветра и пряталась, чтобы подкрасться. Я впервые узнала, как сложно охотиться. В девяти случаях из десяти удача не на стороне хищника. Даже когда он не обременен неумелым детенышем. Рассвет был еще не скоро. К нам подошло подкрепление из остальных членов нашего прайда. Отсутствие добычи в течение двух суток означает голод. Я и не задумывалась о происхождении еды. О том, как тяжело ее добывать. Стадо им пал. Я стала наблюдать, как мои мать и тетки занимали свои места. Как они организовывали охоту. Как они вместе готовили ловушку. Зачарованное зрелищем, я упустила маму из виду. Что-то испугало им пал. Охота снова сорвалась. Или откуда ни возьмись появилась мама. Но тот, кто поймал жертву, не обязательно полакомится первым. Мои папа и дядя... Типичные самцы вкушают плоды женских трудов. В ту ночь они были особенно агрессивны. Это демонстрировало то, до какой степени они ослабли и оголодали. Но я тоже не хотела оставаться без еды. Я знала, что для меня их враждебность не опасна. Я была единственной надеждой своего отца на то, что его рот не оборвется. А когда отца не станет, мне самой придется биться за каждый кусок еды. Засуха прошла. Палили дожди. Родная земля покрылась травой и стала почти неузнаваема. Наконец-то наша семья смогла выдохнуть. Даже мой отец. Он старел, но его любовь ко мне была не подвластна времени. Наш прайд еще сохранил свою силу. Все с удовольствием придались отдыху. Ну а я вновь искала приключений. Когда снова пришла засуха, истек уже целый год. Я почти выросла. Но в душе оставалась ребенком. Мне также нравилось лазить по деревьям и веселиться. И, к счастью, мама не отказывалась от игры. Противостоять мне становилось все сложнее. Когда мама уставала, я переключалась на теток, у которых было энергии побольше. Мое настроение не всегда поддерживалось. Дядя умер, и теперь только мой отец мог противостоять вторжению новых самцов в наш прайд. Я ничем не могла помочь и только берегла силы, чтобы отразить возможную атаку. В конечном итоге все живые существа борются за одно и то же. Нужно сохранить себя во имя жизни следующих поколений. Мешают им существа побольше. Они вторгаются и нарушают твои планы. Иногда остается лишь сломя голову броситься на угрозу. Чего не сделаешь во имя безопасности своей семьи? Но порой ставки слишком высоки. Лев-чужак снова вернулся. Он сильный, и он приближается. На этот раз вместе со своим братом. Лев-чужак снова вернулся. Меня охватил страх. Я не могла двинуться. Мама стала отвлекать гостей, чтобы увезти их подальше от меня. Но они на это не поддались. Я еще не могла принести потомство, и была им не нужна. Они хотели избавиться от того, кто несет в себе кровь их соперника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только меня прогнали, один из братьев взялся за моего отца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА моего отца была решена. Он проиграл свой главный поединок. Больше я его никогда не видела. Он уже не мог вернуться. Когда наш прайд захватили два брата, моему детству настал конец. Меня изгнали из моего прайда, и я не знала, смогу ли я когда-либо возвратиться.